с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 2 октября международный день ненасилия именно в этот день в 1869 году родился махатма ганди лидер движения за независимость индии и основоположник философии стратегии не насилия люди назвали его махатма то есть великая душа его очень уважал лев толстой и недолюбливал уинстон черчилль его считали революционером рекционером и даже мелкобуржуазным идеологом великим сыном индии отцом нации архитектором свободы совестью человечества пророком и вообще святым он научил индии упорствовать в истине не проявляя насилия и повел ее к свободе и независимости говоря не насилие которое я проповедую это активное ненасилие сильных он стал у порога хижин тысячи бездоленных одеты так же как они писал рабин дранат тагор он обратился к ним на их языке в ответ на зов ганди индия вновь раскрылась для великих совершений также сегодня 2 октября отмечается международный день социального педагога но теперь у родившихся в 1847 году рождается сергей нечаев революционер организатор тайного общества народная расправа конце 60-х годов 19 века он участвовал в революционном студенческом движении санкт-петербурге и написал книгу катехизис революционера в котором утверждал мораль что революционная цель оправдывает любые применяемые средства нечаев стал прототипом петра верховенского в романе федора достоевского бесы практически именно с нечаева начинается террористическая россия времен александра второго 1914 год юрий левитан приходит в этот мир диктор всесоюзного радио народный артист ссср среди всех радио голосов исторический во всех смыслах голос левитана известен каждому легенда приписывает адольфу гитлеру яростное восклицание первое что я сделаю когда возьму москву это повешу левитана дорогого стоит 1917 год день рождения михаила никушина советского скульптора самого начала великой отечественной войны он уходит в ополчение с ноября 41 года в рядах красной армии одна из наиболее известных работ скульптора памятник пушкину который установлен в 1957 году в ленинграде ну а в 70 году к столетию со дня рождения ленина михаил константинович создает один из самых крупных по масштабу послевоенных памятников ленину на московской площади в ленинграде с высотой пьедестала около 16 метров 1951 год рождается гордон мэтью саммер более нам известен как sting английский рок музыкант бывший лидер группы полис на пике популярности группа распалась и sting стал выступать с новыми музыкантами как солист свой псевдоним получил еще когда был участником другой группы который у всех музыкантов как водится были клички однажды певец пришел на репетицию в полосатой футболке один из музыкантов заметил что гордон выглядит как оса это и привело к тому что все стали называть его стингер то бишь жалище что впоследствии сократилось до теперешнего sting жало 1973 год день рождения андрея данилка украинского артиста эстрады певца автора песен создателя знаменитого образа яркий сердечки музыкальное училище данилка пытался поступить трижды но раз за разом получал отказ в педагогический институт андрей не поступил завалил экзамен по литературе а в харьковский театральный институт просто не доехал опоздал на поезд от безысходности выучился на кассира продавца но в сфере торговли проработал совсем недолго ведь в это время андрей выступает со своим мини театром и пробует себя в пародийном жанре у него отлично получаются пугачева аллегрова и казаченко но когда андрей выходит на сцену в образе верки сердечки к нему приходит настоящий успех и мало кто знает что сам этот образ сначала раскрутили в рекламе которую сначала один известный украинский банк заказал а потом подумал что как-то слишком по-народному получается и отказался но ролики сохранились именно с этих роликов начинается шествие верки сердечки по нашему телевидению события дня 1720 год за заслуги в развитии горнозаводского дела в дворянское достоинство под фамилией демидов возведен сподвижник петра первого а с 1719 года его комиссар промышленник и купец никита демидович антуфьев старший сын крестьянина он свое время перебирается в тулу из окрестного села и занимается там кузнечным ремеслом именно никита демидович стал родоначальником знаменитого клана демидовых обладателей баснословных богатств и высочайших титулов щедрых благотворителей основателей множества уральских и сибирских рудников и металлургических заводов 1803 год москва впервые видит полет воздушного шара он пилотируется бывшим инспектором французской революционной армии андре-жаком гарнереном который совершил 22 октября 1797 года первый в мире прыжок с парашютом к тому же монгольфьер так тогда назвали воздушный шар в честь братьев монгольфье впервые запустивших его в начале 1783 взмыл в небо и в 17 часов 25 минут отправился в путешествие через час пролетев около 30 километров он опустился в усадьбе оставь его в имени князя петра андреевича вяземского в корзине или как тогда говорили в лодке воздушного шара вместе с французом находилась первая красавица москвы поросковья кологривого урожденная княжна трубецкая у места приземления многочисленная публика восторженно приветствовала отважных воздухоплавателей 1834 в москве отверской заставы на месте деревянных триумфальных ворот сооруженных 1814 для встречи русской армии с парижа открывает каменную арку закладка которой состоялась 1829 новая арка простоит 102 года пока площадь белорусского вокзала не решат разгрузить для транспорта тогда ее разбирает и складирует в донском монастыре ну а в 1968 воссоздает в начале кутузовского проспекта то есть именно там где армия наполеона входила в москву в 1800 1812 1870 год рим становится столицей объединенной италии за 9 лет до этого в 1861 провозглашено само государство италия и большая часть папской области была включена в его состав но рим по-прежнему оставался независимым джузеппе гарибальди пытался дважды захватить город в 62 67 однако тщетно поскольку папу римского пи девятого поддерживал французский гарнизон только 20 сентября 70 пи позволил итальянской армии войти в рим ну а затем состоялся плебисцит в результате которого рим 2 октября был объявлен столицей объединенной италии и вошел в страну 1878 петербурге открыты высшие женские курсы названные по имени официального учредителя и руководителя профессора истории константина бестужева рюмина бестужевскими окончившие их имели право преподавать в женских средних учебных заведениях в младших классах и мужских средних школах в 1886 бестужевские курсы закрыты но в 1890 после настойчивых ходатайств представители прогрессивной интеллигенции возобновили деятельность 1920 открывается третий съезд рксм который завершит свою работу 10 октября но про образ комсомола первый день с речью задачи союзов молодежи выступает владимир ильич ленин вождь призывает молодежь учиться учиться еще раз учиться так как коммунистом стать можно лишь тогда когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств которые выработало человечество и еще говорит следующее что школьник которому теперь 15 лет через 10 максимум 20 будет жить в коммунистическом обществе ну и самое последнее 1768 год екатерина вторая утверждает приговор садистки солтычихи лишить ее дворянского звания и запретить во всей нашей империи чтобы она никогда никем не была именована названием рода не отца своего не мужа в москве а вывести ее на площадь и приковать к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами мучительница и душегубица когда выстоит час она на сём по носительном зрелище то заключав железы отвезти в один из женских монастырей и посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму в которой посмерть ей содержать таким образом чтобы она ниоткуда в ней света не имела жестоко с вами был николай певненко в проекте дата